снова вдохновение от dolce gabbana новый бокс который вот так и назвали с очень схожим таким словом dolce и сегодня мне хочется с вами попробовать сделать этот бокс при помощи еще добавления стемпинга и не просто стемпинга а взять анималистичные принты попробовать либо леопард либо зебру сейчас мы это все совместим у меня есть любимое сочетание это показывала давно еще в контакте осенью вот но вот хочу сейчас повторить здесь на ю тубе здесь дольше очень люблю это у меня самая любимая сейчас всех коллекций бокс идет уже пора делать кстати коррекцию подходящий день когда я сяду и займусь этим да всем здравствуйте девочки вы узнаете конечно перчатках работать не очень удобно но мне просто нужно все разное кстати кто смотрел эфир на прошлой неделе смотрите я все-таки сдержала слова и я сделала себе маникюр я не смогла устоять поэтому кто пропустил эфир с этой техникой обязательно посмотрите он есть он там есть доступен и так с дольше еще раз напомню что у нас входит с вами дочь у нас входит четыре роскошные гель-лака один из которых просто с необыкновенным перламутром серебре даже он такой знаете жемчужный точно редкое сочетание когда идет именно жемчуг а не серебро нет там у меня ноготь это я снимаю рил сейчас хочу слепкой снять я приготовила и чтобы не испачкать я буду работать с перчатками я как говорила очень люблю дольше и конечно один из самых первых боксов мы посвятили именно этому бренду и сегодня хочется попробовать сделать с анималистичным принтом сочетания причем я брала вот для вдохновения показ осень зима 2022 23 у них очень много было моделей там где шел в паре зеленый цвет тропики и тут же где-то зебры леопард и это было очень прикольно у дольше габана всегда все на грани да мы знаем всегда это кто-то говорит что это безвкусица я считаю что таких клиентов очень много кто готов только употреблять сочетание в том числе и я вот я обижу обожаю такое сочетание так что у нас еще в бокс входит сейчас покажу красивые декорации просто красивейшие сейчас еще раз пройдемся с вами по стемпингу будем сейчас лаком работать для стемпинга просто всегда очень много на полаку давайте красивенько чтобы было в этот бокс мы положили наклеечки поэтому будьте внимательны обязательно ложечки наклеечки дальше здесь очень красиво декорации кто-то сходит с ума по вот этим розам хорошая идея сделать их слайдерах действительно давайте сейчас поближе сделаю сильное-сильное приближение как раз я сегодня хочу вот этот разноцветный взять 1 2 видите здесь пять слайдеров они идут со стразами это вот прям такая имитация очень похожая близкая к днк бренда понятно что мы старались только сомитировать не повторять напрямую вот он мне кажется у нас очень получилось там для тех кто вдохновляется этим брендом кто очень любит здесь много всего и пять слайдеров получается плоскостных чтобы создать фон как раз вот под эти украшения видите здесь как выстроен выстроена последовательность здесь мы создаем с вами фон сначала из цвета потом мы создаем фон из принта и все продумано каждый принт сделан большом количестве так как бокс это серия она ограниченная рассчитана на то чтобы хватило на большое количество клиентов вот единственное что возможно кружева много не хватит да но я как считаю в стемпинге есть всегда очень много кружева и его например при помощи стемпинга очень легко дополнить вот поэтому пять таких слайдеров пять таких слайдеров из того получается у нас 10 слайдеров одни слайдеры со стразиками вторые слайдеры с плоскостным фоном и конечно же здесь электронном виде идет дайджест этот каталог который вы наводите сюда камеру телефона выскакивает ссылка браузере на этот каталог заходите и скачиваете варианты готовых ногтей мастер-классы там есть небольшое количество там полно один или два и самое главное там идея с типсами в хорошем разрешении все это можно использовать для рекламы на свою страницу смотрите не обязательно делать тратить материал из бокса чтобы сделать прорекламировать на своей странице вы можете взять готовые материалы уже вот отсюда и все это выложить у себя в контакте в инстаграм либо другой социальной сети которые вы пользуетесь но это кратенько у нас был такой экскурс что у нас входит боксик а мы с вами поехали делать фон как я и говорила здесь мы двигаемся по такому принципу мы сначала создаем он из цвета сегодня предлагаю поработать зеленый гель лаком кстати прошлый раз работала зеленый да что-то я прям только сейчас до меня дошло что я в прошлый раз красоту кто помнит с кружевым белым так сегодня мы второй цвет возьмем белый сейчас мы решим давайте проголосуем будем делать леопард зебра лучше как вы считаете что он сейчас будет интереснее посмотреть пока я белый типсик жду от вас пишите так типсы типсы даже закрой пожалуйста дверь на балкон хорошо зебра леопард короче у меня разделись так ну что ладно давайте один ли леопард другой зебра да что я правильно так первый вариант сделаем мне нравится напополам я очень люблю вот эту штуку не обожаю это прям у них вот последние показы очень много бижутерия именно с цветным значком из аббревиатуры их букв так поэтому сделаем стемпинг когда возле кутикулы и ой сейчас я наверно обезжирю типсик сейчас одну секундочку что у меня в каком-то мусоре начнем все заново на верхнюю часть мы с вами сделаем покрытие из белого гель-лака там как раз мы с вами и разместим зеброчку делаем напополам или сильно не стараюсь сделать как-то ровно батюшки я не могу в перчатках и с этими длинными ногтями застрелиться можно там уже просто такой маникюр уставший весь по переломал лампочка сушим а для второго варианта мы возьмем что-нибудь бежевенькое давайте возьмем 315 номер и 2 ноготочку сделаем с 315 я хотела кстати сделать короткую длину себе на эту и брать эти огромные ногти убралась до указательный ноготь и поняла что были мне нравится ходить опять с длинными представляете все так Я не могла уйти, прошу прощения Как неудобно, я до сих пор не могу привыкнуть Я уже несколько недель веду эфиры здесь на ютубе Я не могу работать с горизонтальным телефоном Меня просто аж выбешивает уже Получается, высоко я не хочу его поднимать, чтобы он мне не мешал Потому что придется зум очень сильно приближать Это будет такое некачественное зерно И приходится держать этот телефон низко И он такой лопатой перед моим лицом Да я верю, вам классно, да, смотреть Так, поехали А здесь мы сделаем вот такое сочетание Сейчас везде будем работать именно лаком, стемпинг Еще раз послушайте все вопросы Я сейчас просто на эфире сегодня попала к девочке К одной нашему творческому партнеру Я вот понимаю, что есть какие-то элементарные вещи Которые вроде как знаешь, но не обращаешь внимания И вот она сегодня бедная и мучилась с этим стемпингом Хотя профессионал Просто только недавно начала работать Видите, даже мастера с опытом Они если что-то новое пробуют Им тоже нужно время, чтобы оттренировать все Я такая думаю, блин, надо сегодня еще раз акцент вам сделать на том Что в стемпинге важно количество повторений И прежде чем начинать эту услугу предлагать клиенту Конечно, нужно натренировать себя Нужно, конечно же, натренироваться прям Так, снова берем с вами зелененький цвет Из дульча И делаем напополам Убираем лишнюю толщину Ну, зеленый очень, конечно, пигментированный герлак Поэтому Толщину убираем И здесь то же самое Это вот я прям посмотрела Подсмотрела у них на показах Показ Там их несколько у них было показов Ну, вот один из ведущих показов Осень-зима 2022 Мне кажется, я и летом тоже у них видела такие элементы Вот тропические принты Морды леопардов Да, тоже и летом у них это все встречалось В сочетании, получается, да Вот этой зелени и анималистичного принта Ярковато, конечно, смотрится Я такую люблю, я очень люблю У меня вообще мечта, что я как раз, когда состарюсь Да, я себе позволю больше, чем я сейчас себе не разрешаю Да, у меня сейчас маникюр, он всегда вырви глаз Одежда бывает очень яркая, много бижутерии Вот, но я так думаю, что все равно скромно я одеваюсь Надо себе поставить цель Начать одеваться вдоль Чагабана Я обожаю их, вот это, знаете, сочетание несочетаемого Итак, первый слой у нас с вами будет стемпинг В первую очередь Поэтому мы с вами сначала берем топ Текласс Я ультрашай не использую для стемпинга Я именно Текласс беру Поэтому мы с вами первый слой тоненький Делаем при помощи Текласса А потом мы уже перейдем на слайдеры, которые идут у нас в боксе Так, сушим То же самое А здесь, смотрите, чтобы леопард был поинтереснее Мы давайте протонируем чуть-чуть Протонируем Можно протонировать, видите, когда бежевый и прозрачный коричневый Можно протонировать было, видите, как здесь Вот леопард был с белым, но тоже вот с витражным коричневым Это мы берем витражный цвет гель-лака Браун гранит Этот гель-лак, он у нас в баночке продается Потому что он такой для гель-лака прям достаточно пастозный Многие мастера попросили, чтобы мы выпустили его в баночке Вот, поэтому кто там пропустил этот момент, что витражи у нас еще в баночках продаются И чтобы у нас леопардик чуть поинтереснее выглядел Перед тем, как Текласс сейчас наносить Мы с вами еще пройдемся Сделаем такую подфоновку чуть интересней Так, первый типс у нас уже для стемпинга готов Пластина у меня тоже готова И я беру черный лак для стемпинга Всегда под рукой стоит иметь, когда вы работаете лаком и стемпингом, разбавитель для лака Очень рекомендую Если вот вы уже делаете, делаете, чувствуете, что-то не то Ну почему не отпечатывается Есть вероятность, что у вас лак очень уже густой Потому что он же все равно имеет особенность Даже лак для стемпинга со временем Как любой другой лак для покрытия Внутри чуть-чуть начинает заветриваться, подгустевать А для стемпинга все-таки хорошо подходят более жидкие текстуры лака Вот, поэтому чувствуете, что, видимо, из-за лака Что густоват лак уже Берем разбавитель, смело разбавляем Так как это дизайн Вот, он нам не мешает Для качественного потом дизайна Это бывает, что вот, ну, не рекомендуют сильно часто Лаки разбавлять разбавителем Потому что они уже не такие пластичные становятся Там идет нарушение химического состава Вот, то в данном случае здесь можно смело Постоянно разбавлять И все будет в норме Вот, ну, по крайней мере, я свой последний лак Который здесь на Кипре Я его, конечно, просто до такого состояния здесь довела Что потом я его разбавляла еще очень много раз Ну, в принципе, нормально все Так, сейчас я возьму что-нибудь себе подстелить Так, чтобы не испачкать мой фон красивый Смотрите, как у меня сегодня красиво Видите, у меня сегодня маленькие вот такие вазочки Я перестала пить кофе турецкий Я тут недавно показывала в сториз В своем аккаунте в инстаграм Что все, я выпала последнюю кружку кофе Больше не пью Куда же я кружечки кину Блин, смотрите, какой-то маленький вазочки Для моего рабочего стола Красиво? Нет, конечно, возможно, если вы с клиентами работаете И у вас очень много пыли во время пила Этот вариант вам не подойдет Ну, очень так вдохновляет такое Так, поехали Стемпинги, главное, четкие, быстрые движения И самое главное, у вас все должно быть под рукой Это что? Это значит, у вас должен быть приготовлен скрапер В чистом состоянии Проверяем, да, чтобы тут не было наростов От предыдущих работ Все проверили Дальше у меня должен быть штампик под рукой Уже открытый, понимаете, чистенький Если вдруг не чистенький Значит, проверили, чтобы чистенький был Все, и вот у вас все должно быть готово Если что-то не готово Понимаете? Вы теряете секунды За который лак, к сожалению Он быстренько пидыщ И подсох очень быстро Моментально Вот поэтому А оно еще, знаете, как бывает Все вроде приготовил, скрапер потерял Где-то вроде только что ложил А его нет под рукой И вот пока вы поискали одну минуту Там штампик, скрапер И все время потеряли И можно, в принципе, уже даже не пытаться отпечатывать Снимать что-то с пластины Оно не отпечатывается все равно Прокатывающим Обязательным движением Прокатывающим Все, и вот здесь вот можно чуть-чуть почистить Жидкости для снятия лака Ну, очень удобно, кстати, брать палочки ушные Все, почистили Лачок, он очень легко чистится Так, этот вариант у нас с вами готов Так, а для второго нам понадобится леопардик Так, леопардик у нас на другой пластине Так, сейчас Где-то у меня леопардусик А, у нас же даже два варианта леопарда Так, сейчас я другую пластину найду У меня на этой же пластине Ой, господи, девочки, прикиньте У меня с головой не дружит Вот, на этой же пластине есть только отдельно леопард Все Протерли, все чистенько И для второго ноготочка нам пригодится леопардик Так, какая еще раз ошибка Работаем медленно Да, бывает тоже все нанесла Берешь штампик, а штампик грязный И пока ты, говоря, штампик очистила Естественно, лак уже высох Поэтому все должно быть готово Так Все должно быть под руками Это под рукой Это под рукой открыто Это все чистое Так, вот он наш типсик И поехали Движения должны быть точные С первого раза Желательно Снять лак Прокатывающим движением Обязательно лак снимается Бывает, что вот удобно взять, почистить Такими отдельными кусочками Двухстороннего скотча Это если вдруг Вам нужно где-то кусочек этого принта нанести И рядом есть от соседнего Что-то Поэтому Видите, у меня вот такие штучки Это двусторонний скотч Они у меня всегда нарезаны На лампе лисят Смотрите Видите, на лампе вот здесь Это очень удобно Работать не валиком Подчищать А именно вот такими Отдельными историями Это очень удобно Так, отпечатали Тоже, если видим, что Нужно почистить Можно, кстати, взять палочку Ушную Сейчас я ее возьму Будет аккуратнее Самая обычная палочка Берете жидкость для снятия лака Все, намочили в жидкости для снятия лака И до этого я делала влажной салфеткой Но это не всегда аккуратно Вот И можно вот так вот палочкой почистить Чтоб прям идеально было Все И у нас готов С вами уже фон Можно все убирать Закрывать Кстати, тоже вот Большая ошибка Поработали лаком И бросили Вечером уходите Глядь А вы Лак весь день Бросили Весь день был открыт И, конечно, лак Он очень быстро приходит В негодность Поэтому Будьте очень внимательны Так Все Убираем Все убрали Со стемпингом Мы с вами закончили И теперь Можно уже брать Все декорации Какие у нас тут есть И все это украшать И что нам понадобится А теперь Так как мы сейчас В основном будем работать С ландерами С вами То мы с вами берем Топ-слайдер Он будет как основной Фон Для приклеивания Поэтому Если шармиконов Никаких нет А у нас здесь Вообще Я не планирую Использовать шармиконы И использую Планирую использовать Только слайдеры Из бокса Дольче Поэтому нам Что понадобится Только топ-слайдер И все Так Здесь наносим Тоненький слой В лампу 30 либо 1 минута 30 секунд Либо 1 минута Так Здесь Тоже покрываем Сушим И Первый слой У нас пойдет Как я вам говорила Из плоскостных слайдеров Ну вот в данном случае Здесь прикольно Что-нибудь Вот к леопарду Взять и леопард И зелень Тоже будет здорово Смотреться Где мои ножнички Так Что хочется Ну наверное Там где вот Поперек у нас Зебра Я наверное Приклею просто Вот так Зеленушку Будет хорошечно А потом На второй слой Я очень люблю Работать Когда у меня Слой на слой Слайдер идет Когда один слайдер Оказывается Позади другого Так картинка Выглядит сложнее Намного Так Здесь Так Здесь зеленушечка Так А здесь давайте Мордашку Правда Видите Мордаха Здесь С белым Фоном Была И иногда Вот эти Мордочки Леопарда Они классно Смотрятся Когда мы Леопард Выполнили Не на бежевом Фоне А когда мы Выполнили На белом Фоне Сейчас я вам Покажу О чем Я говорю У меня есть еще Образцы Из бокса Но здесь Я брала Белый фон Именно Также С пятнами Где-то Вручную Где-то Стемпинг И вот Такой вариант Видите Как по-разному Смотрится Сейчас мы Посмотрим Здесь видите У меня морды Нет Сейчас посмотрим Может тоже Будет Хорошо Так Водичка Берем Самую Обычную Водичку Слайдеры Все на Белой Основе Поэтому Их можно Приклеивать Абсолютно На любой Фон Абсолютно На любой Фон Так Я наверное Вот к этому Варианту Еще Цветочков Добавлю Люблю Дольче Все Буду Постарше Наверное Буду Только Дольче Ходить Так Всего И побольше Мне Всего И побольше Так Как говорит Мой сын Подписывайтесь На канал Ставьте Колокольчик Чтобы Вам приходили Напоминалки Обязательно Что Начался Прямой Эфир Либо Выложили Новое Видео Как-то Прям Правильно Говорит Прикиньте Там Он Учит Пятилетний Мама Ты Не Сказала Ставьте На Колокольчик И Подписывайтесь Так Нам Снова Понадобится Штампик Блин Что У меня Сегодня Ебу Бедняга Так Ну Поехали Сейчас Посмотрим Понадобятся Мне Цветы Или Нет Видите На Белой Подложке Белая Подложка Она Дает Толщину И Ее Не Всегда Комфортно Снимать На Воздухе Так Вот Цветочки Походу Нам Не Понадобится Знаете Товарищ Вот Так Сделаем Здесь Только Места Хватит Для Дизайна Да Нам Так Хватит Кила Еще Цветочков Добавить Но Без Цветочков Так Ультрабондом Обрабатываем Поэтому Белая Подложка И слайдер Вот Либо Снимаете Аккуратно Прямо На Поверхности Ноготка Не На Воздухе Этот Слайдер Либо Вот При Помощи Штампика Вообще Идеально Так И Здесь А Здесь Вот Мне Нравится Когда Поперек Эти Листья Идут Идут А Думаю Почему Перчатка Прикиньте Как Приклеивается К штампе К этому Что Я его Вырываю Оттуда Постоянно Прямо Можно Вот Так Вниз Головой На Границу 3000 То же Самое Убираем Верхний Слой Лака Пленочки При Помощи Ультрабонда И Что Дальше Смотрите Вот Все Боксы Которые У нас Будут Выходить Еще Да Вот Выходили Они Рассчитаны На Сложно Сочиненный Дизайн Для этого Нужны Послойные Варианты Наложения Слайдера На слайдер Слайдер На слайдер И поэтому Чтобы ногти Не получились Толстые Что я делаю Вот я первый слой Нанесла Просто кисточкой Из покора А уже Для второго Слоя Я вам Рекомендую Взять Отдельную Кисть Уже Взять Отдельную Кисть И Наносить Топ Слайдер Отдельной Кистью Он Не даст Практически В этом Случай Толщины И при этом Позволит Сейчас Второй Слой Дизайна Сделать Потому Что Слайдер На слайдер Нельзя Просто Клеить Он Будет Плохо Носиться Будет Подниматься Поэтому Снова На 30 Секунд Одну Минуту В лампу Тоже Максимально Размазываем Чтобы Это Тоненько Было Сушим Так же И Теперь Переходим Ко второму Слой Как правило У меня Второй Слой Это Уже Сразу Идут Да Вот Эти Слайдеры 5D У нас Здесь Их Прям Вот Очень Много Классных Сейчас Мы С вами Подумаем Что Здесь Добавить Здесь Можно Кстати Крест Мои Любимые Кресты Цветные Это У них Бижутерия Осень Зима 2022 23 Дома Оттуда Взяли Да Вот Классно Будет Понятно Что Все Ногти Вот Так Перегружено Не Выполняются Они Делаются Частично Например Два Пальца На Одной Руке Очень Сильно Перегружены Три Пальчика Идет Какая-то Часть Композиции Из Предыдущих Но Не С Таким Количеством Задействуемого Места На Поверхности Ногтя Задействуем Там Например Только Процентов 20 30 И Они Будут Прекрасно Уравновешивать Вот эти Более Пустые Ноготочки Те Ногти Два Например Которые Мы решили Перегрузить Большим Количеством Дизайна Так Ну Со Стразиками Конечно Со Штампиком Не получится Работать Поэтому Батюшки Да Господи Как же Неудобно Перчаткать Работать Длинными Ногтями Это Вообще Какое То Адище Я Здесь Прямо На Границе Сейчас Аккуратненько Посадила Так Тридыщ Электробунт Так Что Мы Еще Желаем Можно Еще Слой Сюда Я Не Умею Устанавливаться Пусть У нас Такое Полноценное Будет Украшение Как Будто Крестик Будет На Подвеске Из Аббревиатуры Вот Этой Значит Это Уже Ваша Фантазия Вы Начинаете С Этим Экспериментировать Если Нет Фантазии Еще Раз Напомню В этом Боксе В Электронном Виде Есть Каталог Сохраняйте Оттуда Все Варианты И Просто Перед Тем Как Делать Клиенту Выберитесь Вместе С Ним Либо Сами Прям Конкретно Вариант Который Понравился Вам Или Ей И Повторите Ничего Не Выдумывайте Просто Повторите Сразу Возникает Вопрос А вот Ногти Короткие А вы А вы Нафигачили Длиннющие Варианты Гирляндочка Получилась Как будто У нас Подвеска И на ней Висит Крестик А вы Наделали На длину Большую Я всегда Говорю Девочки Давайте Рассуждать Так У вас Ровно Пол Ногтя Ноготь Клиента Моего Образца Ну Понятно Что Вот Это Например Часть Пойдет Это Один Ноготь Будет А Это Например Второй Может Быть Понятно Что Не Пытаетесь Запихнуть Все Это В Один Ноготь Вы Просто Ровно Пополам Вот Делайте Ноготь И Берете Либо С Верхней Части Либо С Нижней Части Вариант Который Вы Хотите Повторить И Все Вот Как Так Не Понятно Объяснил Так И Здесь А Здесь Вот Эту Красивую Нашу Штучку Доча Габбана Вот Он Мой Любимый Просто Из Разных Страз Вот У них Римонии Сережки Бижутерии Прям Много Вот Такой Не Во Всех Капсулах Но Вот Прям Встречается Именно Осень Зима 2022 23 Очень Красиво Здесь Я так думаю Мы Только Ее И Наклеим Вот Здесь Центральной Зоне Как Раз Попадет На Зебру Попадет На Зеленушку И Получится Что Это Будет Главный Элемент А Те Элементы Под Этим Элементом Поэтому Я Рекомендую Делать Всегда Послойный Дизайн Потому Что Он По Другому Смотрится Кто 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 Взял Например Эту Штуку Наклеил Вот Здесь Где Зебра Я Видите Клею Прям Здесь Ультрабонд Ультрабонд Так И Давайте Мы Еще Усложним Себе Задачу Мы Хотим Сделать Ногти Матовые Например Да И При Этом Чтобы Сам Декор И Страз Остался Глянцевый Остался Глянцевый Как Мы Здесь Поступим Как Мы Здесь Поступим Я Предлагаю Полностью Все Перекрыть Матовым Топом Так Берем Матовый Топ Как Раз У нас Остатки Дисперсии Есть Ничего Матовому Топу Сейчас Мешать Не Будет Матовый Топ Сейчас Будет Хорошо Скользить Мы Сразу С вами Готовим Отдельную Кисточку Так Которая Будем Матовый Топ Убирать С Поверхности Самих Украшений Нам Важно Украшения Оставить Глянцевые А для Этого Нам Нужен Будет Еще Слой Глянца Вот И Чтобы Это Все Было Симпатично Аккуратно И Красиво Нам Матовый Топ Сейчас Нужно Будет Убрать Частично Дизайн Поехали Украшения Украшения ну во первых тут нужно частично вынуть еще изнутри но так аккуратно уже с матовым топом вот когда вот так вынимаешь бывают какие-то неосторожные следы прямо от кисточки остаются не переборщить теперь берем тэклос ну или ультрашай но лучше тэклос ультрашай он сильно течет уже прям жиденький поэтому возьмем тэклос с вами куда-нибудь выложим да мы выложим выложили берем отдельную писточку еще одну на тоненькую же берем и проходим делаем только украшения так и здесь есть кстати можно оставить глянцевым чтобы сравнили давайте это как раз погружаю за какой вариант все финиш наносим глянцевый но здесь тоже чтобы украшения такие остались прям как стразы выпуклые а носится кстати они прекрасно также возьмем отдельную кисть и пройдем чуть-чуть по верхушечкам поснимаем топ ну чтоб вот прям стразы были более ярко выражены и суши мы сейчас как раз с вами сравним давайте посмотрим что у нас с этим ноготком получилось смотрите вот сейчас хорошо видно что за счет того что матовый топ не так ярко и активно выглядит вот эта зелень и зебра на дальнем плане и тогда вот так хорошо украшение она такой очень разноцветных да она потерялась до этого мне кажется и вот сейчас мы сравним с вами с глянцем с глянцевым конечно зеленый роскошный любой матовый топ он из яркого сочного цвета делает его глухим вот но с другой стороны украшения такие видите классные получаются вот пишите вы за матовый или за глянцевый вариант еще раз напомню на сегодня тема была вдохновение известным домом моды это дольче габбана я вам сегодня показала еще раз бокс который называется в честь этого модного дома дольче мы сегодня с вами добавили анималистичных принтов при помощи стемпинга все остальное было использовано из бокса вот вам хорошего дня хорошего настроения в комментариях потом обязательно чуть позже напишите какой вариант вам больше все-таки зашел глянцевый или матовый все пока пока